Друзья мои, всем большой привет! Сегодня мы порисуем пейзаж. Формат будет вертикальный, у меня немножко уже чем А5. Я малярный скотч по бокам приклеила, чтобы получилось. И у меня есть такая фотография, я сама ее сделала. Здесь будет, собственно, линия горизонта идти, получается. А дальше речка, она очень узкая, небольшая река. Здесь и здесь получается трава, кусты. И на переднем плане тут силуэты будут травы. И вот так вот идут у нас, собственно, деревья. Такой небольшой фрагмент это голубое небо. Вот такой план пейзажа. И сейчас можно приступать, начинаю с неба. И мне понадобится вот кисточка толстая, чтобы намочить лист. На верхнюю часть листа я наношу водичку с помощью флейца. Теперь возьму кисточку потолще. И вот синим главным пигмент можно смешать его с другой какой-нибудь синей краской, да, поярче. Вот трамбарин, что-нибудь, взять такого рода. И, собственно, я оставляю места под облака, наношу. Вот здесь вот два таких небольших пятна будет светлых. А остальные участки, они такие голубые. Назовем это так. Вот. Можно немножко больше пигмента по насыщеннее сверху, да, сделать. Вот здесь вот. Я понимаю, что вот окраска добавила. Сейчас очень сильно просядет, впитается. Возможно, придется еще один слой делать небо. Вот. И теперь салфеточкой, да, тоже вот все, что растеклось, надо немножко подсобрать, чтобы получилась форма облаков. Здесь желательно делать максимально такую сложную вот форму, чтобы естественные облака смотрелись. Ну, я сейчас посушу феном, конечно, очень сильно все равно просядет пигмент. Можно будет потом, наверное, сделать еще один слой, чтобы все-таки немножко поконтрастнее это все смотрелось. Вот здесь, да, облако. Здесь такой, ну, фрагменты. То есть можно побольше уберу. Вот. Сейчас посушу феном. Ну, или пока не буду сушить, то есть, в принципе, можно заняться нижней частью, да, вот этой. Здесь у нас вода, она такой коричневый цвет имеет. Ну, немножечко мне отражается небо. То есть оно такое голубоватое будет. То есть, получается, в этой части отражение голубого неба. Я тоже возьму синюю мгу. Вот такой небольшой кусочек, в принципе, там везде отражаются кусты, поэтому такая грязная зеленая будет вода. Вот здесь. Зеленая, кстати, и трава, да, тоже зеленая, поэтому можно весь этот кусок сделать пока что зеленым. Вот. И с этой стороны тоже. Ну, здесь поверх, да, я буду, в принципе, писать кустарник. Здесь он будет заходить, получается. Ну, по-мокрому, да, я вот добавляю зеленый цвет. Вот. И на фоне тоже здесь можно сразу. Пока мокрое пятно, да, я вот только бы перемешиваю вот эти вот пигменты. Здесь такое большое будет, ну, большое количество кустов, назовем это так. Можно сложнее, да, сделать сразу вот контур. Точка у меня прошлась. Ну, вот потом будем здесь еще писать более подробно. Получается, здесь я сделаю трава, да, у меня будет, контур. И с этой стороны также вот отражение, немножечко коричневого, да, можно добавить сюда. Прямо вот я смешиваю на, как на палитре, да, на бумаге эти вот пигменты. Вот. Ну, в принципе, все. Нужно теперь, чтобы вот этот вот слой высох, не подождать или посушить феном. Итак, у меня первый слой готов, все высохло. И можно теперь писать более детально, да, какие-то моменты. У меня получается вот этот дальний план, да, на переднем плане вот я буду использовать таежную гибку. Сейчас смешаю вот здесь с коричневым. Там, в принципе, контрастные такие достаточно тени. Вот здесь кустарник, вот, сейчас кисточку мдуры делится тоже на какие-то части, да, вот освещенные и теневые. И по теневым частям я сейчас вот буду проходиться, да, немножечко вот здесь, вот здесь внизу, то есть на кроны, можно так сказать, буду делить деревья. Деревья. Так. Вот здесь внизу тень, да, получается. И здесь они освещены. Вот. Вот. Так. Сейчас еще возьму пигменты, да, то есть поярче, чтобы было. И, в принципе, нужно еще потемнее вот синий, да, взять. Показать, например, где-то вот там немножечко стволы, да, там будут внец силуэту. Можно процарапать чем-то острым, к примеру, ствол, да, и будет, ну, здесь, ну, вот в этой части, да, просто есть светлые стволы, но в основном они в тени и просто как темные силуэты. Вот здесь, да, вот здесь вот немножечко добавляем тоже тени, то есть разделяем как бы кусты и деревья, там много всяких деревьев. Нужно вот сделать более сложным здесь, например, силуэту дерева, да, вот здесь, например, здесь тоже отделить, есть, например, кустальники, да, тут какие-то березы. А, березы, это не более, а круглые по форме там будут идти. Ну, вот пятнами буквально тут все смотрится. Вот сюда немножко пятен тоже не добавить. Здесь тоже более сложная форма видна. Вот сюда, да, вот по мне вот листва, да, идет дерево и, в принципе, тоже вот ветки. Здесь на переднем плане, опять-таки, мне нужно сделать траву. Траву по вот этой линии, да, где-то, то есть максимально, как сказать, ну, пятнами, да, чтобы это не было просто одной заливкой, да, мне нужно разбить немножечко это пятно, чтобы оно было сложнее. Вот здесь вот оно сюда вот. Потом на переднем плане там достаточно яркие лежат кувшинки, да, то есть их можно тоже, листья, вернее, даже кувшинок. По форме я их сейчас постараюсь написать, да, вот они по этому берегу все идут. Когда они высохнут, да, можно будет немножко контраста добавить, чтобы ярче не смотрелись. Здесь вот, да, покрупнее ближе к нам, там помельче они могут быть. Вот. И опять-таки тоже такой яркий цвет у нас зеленый. Вот здесь такая трава, можно даже немножко красные желтого добавить, там золотарник просто на кончику уже так желтеет. Вот здесь вот зеленым прохожу, вот, полосочки добавляем, вот. Вот. Так. Опять ножки, ну немножечко. Опять ножки, ну немножечко. Так же вверх сейчас я сделала траву вот эту вот. Так. Теперь хочу посушить феном, да, и потемнее вот эту вот часть, вот. где кувшинки сделать. Мне нужно сейчас зеленый смешать с синим, да, и вот таким. Немножко коричневым, оттеночка добавить. Вот. И, значит, теперь аккуратненько вот я хочу пройтись, отделить вот эти кувшинки, да, то есть воду сделать. Вот таким образом я вокруг кувшинок закрашиваю фон. Можно еще, конечно, в принципе, было бы сделать поконтрастнее, да, вот этот фон. Ну, чтобы, или кувшинки, да, листья, чтобы были более светлыми. И вот там отражение деревьев, да. Такими пятнами получается. И сзади вот вода тоже потемнее, потому что здесь отражается вот лес. Таким образом. Вот возле берега, да, можно тоже потемнее сделать. Там все-таки трава, кустарники. Такой сложный контур. Так. Теперь я хочу таежной дымкой еще пройтись немножечко. А вот точечками, да, буквально разбить мелкими вот эти вот деревья, да, чтобы там посложнее листва было. Вот здесь, здесь, вот здесь немножко. Ну, как силуэты, да, такие темные. Вот сюда добавлю. Теней, да. Здесь такая достаточно большая тень под кустами. Вот я просто вот такое пятно темное дело. Ну, здесь вот трава, да. Аккуратно вот. Сюда идет трава. Вот такой берег, значит, у нас. Опять-таки можно сейчас пройтись по траве. Можно, конечно, тоненькой кисточкой, да, тут разбить вот эти вот по пятнам, да. Чтобы не было слишком однотипно, не смотрелась вот эта трава. И, в принципе, вот отсюда, да, отделить вот этот вот берег немножечко. Так. Здесь, в принципе, тоже какая-то трава торчит. Ну, у меня по плану здесь написать передний план, поэтому я особо не хочу тут лезть на эту траву. Ну, вот отражение, да, можно тоже травы немножечко показать. Так вниз, что оно идет. Вот. Сейчас я посушу феном и сделаю вот этот вот передний план. Здесь я, когда присела, да, фотографировала здесь всякие красивые растения. Так, теперь возьму синюю мглу, да, вот можно зеленым с таежной дымкой посмешать. Такой сложный получится темный цвет. И вот этим цветом, немножко коричневый, да, добавить. Вот. Прям тоненькой кисточкой, да, сейчас я буду писать на переднем плане силуэты. Ой, травы всякой, да, но тут желательно максимально аккуратно, да, сделать. И чтобы красивые разные были травы по форме. Вот здесь такой какой-то он, увьющееся растение. Мне кажется, мне надо еще более травы кисточкой. Потому что хочется максимально такие изысканные какие-то детальки сделать, а эта кисточка уже достаточно сложна. Вот. Сюда в сторону, да, листочки пошли. На переднем плане. А, тоже таки можно достаточно крупные листья сделать. Вот сюда. Здесь они почти вот в ракурсе. Сейчас водички добавим. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Тут буквально пятнышком. Таким. Сюда. Пошла. Так. Здесь тоже такие вот травинки. делаем. Так. Длинные, да? Опять-таки. всякие штуки делать интересные. На кончиках, да, у них. не хватает стебелька. Там можно, в принципе, показать. Вот. Мне кажется, я, конечно, толстовато их сделала. Вот здесь, да. Травинка. И вот листочки тут тоже. Такие. Добавляем. Небольшие. И, в принципе, да, побольше травы на переднем плане. Сейчас сделаем. Сюда. Здесь какое-нибудь красивое растение. С таким вот. Как зернышками. Сначала я сделаю тонкие, да, и потом на переднем плане. Тут можно немножко гуще все эти растения. Кстати, у меня вот есть вот эта кисточка с скошенным краем. Ей такие тонкие растения. Достаточно удобно делать. Сейчас я возьму пигмент побольше. И вот водички, да, все-таки надо сюда. Даже, кстати, вот то, что с сухим, в принципе, тоже. такой эффект. Весь передний план, да, я хочу заполнить все-таки травой. там. Вот такие вот травинки. Так, так. Тут разные направления делаю. И, в принципе, можно теперь потеплее вот этот оттеночек, там, где-то падает солнце, да, вот там. Трава теплее немножечко. Трава, да, периодически. Вот здесь. Тут, в принципе, можно точечки, да, немножко тоже добавить, там, что-то разбить где-то на дальнем плане. Вот отсюда добавить травинок тоже. отражаются на кусты. Вот, я думаю, на сегодня все. Сейчас отклею контур. Пейзажик получился. Он, к сожалению, опять снялся слой бумаги. Вот. Не забывайте подписываться. До новых встреч. Всем пока-пока.